На проспекте 60-летия Октября, неподалеку от автобусной остановки «Первый магазин», в спорное ДТП попали водители внедорожника и самосвала, которые ехали в одном направлении. Ихова, и Ниссан Тирана двигались по второму ряду со стороны центра города, но столкнулись на встречной полосе. К приезду полицейских участники событий не смогли определиться, кто из них будет отвечать за смятое железо. Вины не хотел признавать ни 62-летний шофер грузовика, ни владелец новенького Тирана. Спор разгорелся на почве светового сигнала, был ли включен указатель поворота на легковой машине. Хозяин Ниссана собирался свернуть к автозаправочной станции на противоположной стороне дороги. И, как уверял второй шофер, это было для него неожиданностью. Мужчина собирался сделать то же самое и даже приступил к маневру. Если был поворот включенный, я это вижу, глаза-то мне ездят. Ну, поворачивание, все, сильно скорость пропустил его, все элементарно, проехал дальше. Вот тут видите как? А он поворотник когда включил? А его не было поворотник, он тормознул и все. Хова, который весит 12 тонн, был нагружен еще и 18 тоннами песка. О мгновенном торможении при таких условиях и речи быть не может, даже на сухом асфальте. На самосвале помялся бампер, тиран уже оказался порядком разворочен. Его собственник полагал, что водитель грузовика свой поворот налево придумал для пущей убедительности, чтобы в выгодном свете подать нахождение машины на встречной полосе. Он зашел без поворотника, это правда? Нет. А как было правда? С поворотником. Я думаю, что просто не заметил, вот и все. И на встречку выскочил для того, чтобы избежать ДТП. Право на существование имеют обе версии. Оценивать их на соответствие действительности будут дознаватели. Более прочной кажется позиция водителя тирана. Вероятнее всего, претензии автоинспекторов будут адресованы шоферу грузовика, как не соблюдавшему безопасную дистанцию. С места происшествия Валентин Борозняк, Татьяна Шамбурова и Павел Рогатин.